Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ новости в студии Эльвира Ликерова и Сурда перевод осуществляет Даурена Брасилов. А в городе Кунаев состоялось первое выездное экспертное заседание проекта ЖАСТАР ИКС. В ходе мероприятия были обсуждены основные положения Курултая, главы государства в контексте актуальных вопросов молодежной политики, а также новые подходы в ее реализации. Подробности в нашем следующем сюжете. Под таким названием в Доме культуры города Кунаев состоялось мероприятие с участием спикеров, добившихся значительных успехов в разных отраслях. В частности, в культуре, спорте и науке. Среди них и директор научно-исследовательского центра Айслу Ерниязова. Отметим, данное собрание объединило свыше 200 молодых людей, 90% из которых – активисты из регионов. В этом году научно-исследовательский центр молодежи начал такую площадку, экспертную площадку молодых экспертов, как ЖАСТАР ИКС. Это место, где собирается молодежь, неравнодушная молодежь, и говорит о разных таких интересных темах. Первые два наши обсуждения были проведены в столице, в Астане, на тему казахской идентики, а также на тему зависимости среди молодежи, наркомании, лудомании и так далее. В Беганке пездолага такая тема про человека труда, про то, что вот сейчас формат успешного успеха устарел, и нам надо показывать молодежи примеры, когда человек своим честным трудом, своим любимым делом достиг действительно успеха. Главная цель мероприятия – дать мотивацию молодежи, продемонстрировав путь спикеров, а также понять эффективность различных возможностей, предоставляемых государством. В дальнейшем аналогичные мероприятия пройдут во всех регионах области, резюмировал руководитель регионального молодежного ресурсного центра Махсат Кенешев. Проект «Жастар-Х» впервые проводится в Алматинской области. До этого аналогичные встречи организовывались только в столице. В ходе мероприятия спикеры рассказали участникам, каких успехов они добились в жизни и поделились советами. Хочу отметить, что если молодежь будет трудиться, не покладая рук, то обязательно добьётся своих целей. Для этого в нашей стране созданы все возможности. Отметим, ранее подобное мероприятие было организовано в Астане на республиканском уровне. Проблема безработицы среди молодежи – один из острых на сегодня вопросов в Алматинской области, для решения которого в регионе проводятся различные мероприятия, в том числе и ярмарки вакансий. Одна из них под названием «Работа для молодежи» прошла в городе Хунаев. На ней более 10 учреждений областного центра представили список из 120 вакантных мест. Кроме того, на мероприятии были разъяснены государственные программы по получению жилья и открытию бизнеса. Подробности у Жандоса Назарбаева. Ерсултан Мурадбай – житель областного центра. Молодой человек, имеет диплом о высшем образовании, недавно окончил вуз по специальности юрист. Однако сразу трудоустроиться ему не удалось. Вот уже на протяжении двух месяцев он ищет работу по специальности. Из социальных сетей Ерсултан узнал о ярмарке вакансии и сразу же пришёл на мероприятие в надежде получить долгожданную работу. «Я по профессии юрист. Искал работу по специальности. Сегодня мне предложили несколько вакантных мест. Завтра я собираюсь пройти собеседование. Для этого я приготовил резюме. Хочу отметить, что такие мероприятия необходимо проводить чаще. Ярмарка вакансий для таких, как я, ищущих работу, прекрасная возможность трудоустроиться». В этой ярмарке приняли участие свыше 10 различных организаций и предприятий, на которые требуется порядка 120 специалистов. Именно столько вакантных мест и было заявлено на мероприятии в числе потенциальных работодателей и представителей областного департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. Выяснилось, что в Алматинской области наблюдается дефицит порядка 300 специалистов. Многим из молодых людей предлагали трудоустройство на государственную службу. Стоит отметить, что в регионе в данной свете трудятся около 300 700 человек. Половина из них – молодёжь в возрасте до 35 лет. У нас не хватает специалистов, поэтому мы часто посещаем ярмарку вакансии. Сегодня мы рассказали молодёжи о тонкости поступления на государственную службу. В мероприятии также приняли участие представители городского карьерного центра, специалисты банков второго уровня, а также крупных предприятий. В целом такая мера направлена на снижение уровня безработицы среди молодёжи и расширение её возможностей. Сегодняшняя молодёжь очень мобильная, легко ориентируется в социальных сетях, обменивается информацией. Поэтому многие из молодых людей знают, что на портале inbek.kz можно узнать о свободных вакансиях. К слову, на этом сайте они могут зарегистрироваться и получить ответы на свои запросы по заявленным вакансиям. Наряду с этим мы проводим и оффлайн-ярмарки. Примерно до 40 раз в год на разных площадках. В них участвуют не только Центры занятости, но и Управление молодёжной политики, Акиматы и другие организации. Молодёжь у нас активная, у неё всегда много вопросов. И мы на таких ярмарках как раз даём ответы и разъяснения. Стоит отметить, в Алматинской области численность молодёжи составляет свыше 400 тысяч человек. Чтобы снизить уровень безработицы среди этой категории граждан, с начала года в регионе было проведено более 60 ярмарок вакансии. 5 августа отметят свой профессиональный праздник казахстанские медиаторы. По этому поводу в Алматинской области прошёл круглый стол, организованный Ассамблеей народа Казахстана. В мероприятии приняли участие члены Совета медиации, профессиональные и общественные медиаторы, члены Совета матерей и Совета старейшин. Участники встречи рассмотрели внесённые на обсуждение предложения по развитию Института медиации. Кроме того, было подробно рассказано об активизации работы отрасли, совершенствовании эффективных способов примирения. Были также разобраны пробелы и недочёты в работе медиаторов. Проведена дифференциация и сделан анализ актуальных проблем. Напомним, в Алматинской области неделя медиации стартовала ещё 31 июля, в рамках которой в районах был организован челлендж и проведено около 1200 опросов населения. Проведён ряд встреч с жителями. Стоит отметить, что в регионе имеется один кабинет медиации и 18 медиативных площадок, в которых работают 26 медиаторов. С начала года специалистами проведено более 30 мероприятий с охватом почти 600,5 человек. При беспочвенных конфликтах роль медиаторов особенно важна. В эти дни не всегда всё происходит в рамках закона. Решаются какие-то проблемы тоже не по законам в большинстве случаев. А потому обучить население правилам медиации и дать возможность решить проблему там же, на месте, не раздувая конфликт. Думаю, очень правильно. У нас в области также проводятся различные мероприятия в сфере медиации. Одна из целей этих мероприятий – это рассказать больше о рычагах медиации, способах разрешения конфликтов, о её важности в процессе примирения двух конфликтующих сторон. И в преддверии дня медиации мы проводим подобные мероприятия. Этим летом вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в рамках которых предусмотрен переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Таким образом, данные поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших, то есть по факту совершения бытового насилия. Это, в свою очередь, даст возможность прекратить порочную практику психологического давления на пострадавших со стороны агрессора либо его родственников. Однако окончательное решение по таким правонарушениям будет принимать суд. Кроме того, исключается возможность повторного примирения сторон. Теперь примириться можно будет только один раз в суде. Наряду с этим усилено наказание по правонарушениям в семейно-бытовой сфере. Так, за семейный скандал абьюзер будет арестован на пять суток. При повторном совершении проступка – до десяти суток. За побои предусмотрена такая же ответственность. А при повторном избиении – двадцать суток. Причинение легкого вреда здоровью влечет за собой отбывание наказания сроком на 15-25 суток. За нарушение защитного предписания, а также установленного судом особого требования – десять суток. Изменения также внесены в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. За такое деяние злоумышленника теперь ждет лишение свободы сроком от шести до десяти лет. На территории Алматинской области сотрудниками полиции уже выявлено порядка 25 фактов бытовых правонарушений. По ним составлены административные протоколы за противоправные действия в сфере семейных и бытовых отношений, по которым вынесено 14 защитных предписаний. Всего по итогам шести месяцев на территории области зарегистрировано 41 преступление в сфере семейных и бытовых отношений, в том числе 28 фактов, совершенные именно в отношении женщин. Что касается кризисных центров. В целях недопущения преступлений в отношении женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на территории области, работают четыре кризисных центра. За отчетный период в кризисный центр города Кунаев доставлено 68 человек, в том числе 47 детей. Неправительственными организациями, непосредственно работающих с жертвами бытового насилия, в настоящее время оказана помощь 207 женщин. 40 человек на страже здоровья и жизни 140 тысяч жителей Кунаева. Так можно описать нагрузку на сотрудников службы неотложной помощи областного центра. Ежедневно каждый дежурный фельдшер выезжает на 30 более неотложных вызовов. Подробности у моей коллеги Айсул Жандосовой. На станции скорой неотложной помощи номер 11 города Кунаев работают более 60 человек. Из них порядка 30 – это действующие фельдшеры. По статистическим данным, сейчас в областном центре проживает порядка 140 тысяч жителей. Причем по официальной прописке более 70 тысяч. По правилам, организация «Скорая медицинская помощь» оснащается составом медработников из расчета одна бригада на 10 тысяч населения. А значит, в областном центре их должно быть не менее 14. Однако в реальности работает всего пять бригад. И еще две в ближайших населенных пунктах. В городе Кунаев и относящихся к городу сельских округах работают всего семь бригад. То есть пять в самом городе и еще две в дислокациях. Из-за увеличения численности населения нашей бригады испытывают двойную нагрузку. Если весной мы принимали ежедневно до 100 вызовов в день, то сейчас за сутки их число бывает доходит до 140. Круглые сутки город обслуживают пять бригад скорой помощи. Учитывая возросшую нагрузку, на каждого фельдшера приходится по 20-25 вызовов в день. По словам медиков, им повезло, что город небольшой, что дает преимущество в оказании скорой медицинской помощи населению. Если в будние дни мы выезжаем ежедневно на 15-20 вызовов в день, то выходные и число доходит до 25-30 выездов. На это влияет поток отдыхающих из Алматы. Также выходные не обходятся у нас без ДТП. Сейчас нам часто поступают вызовы, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. Также увеличилось в летнее время количество утоплений и число пищевых отравлений. Мы часто предупреждаем жителей, чтобы они не спешили на дорогах и ели ягоды и фрукты по сезону. Жалуются фельдшеры и на отсутствие свободного проезда. Часто жители не соблюдают правила дорожного движения и паркуются, как придется, что в свою очередь вызывает трудности передвижения для машин служб экстренного реагирования. Все вот эти вот приезжие отдыхающие, они ставят прямо вдоль дороги, где вот по вечерам, например, в основном начинается час пик, у нас шести часов, когда уже все отдыхающие возвращаются домой. Это вот эти вот, где посты, где они проезжают, там уже стоят колонны, машины не могут заехать. И в это время врачи и фельдшера вынуждены бежать туда с аппаратами уже пешком до берега. Всем известно, что работа в неотложке нелегкая, в том числе и у водителей скорой медицинской помощи. Ежедневно они преодолевают различные преграды на пути, чтобы успеть довести бригаду врачей и фельдшеров к пациенту. Несмотря на существующие трудности, на станции скорой медицинской помощи открыты вакансии. Как говорят сами водители неотложки, они готовы принять в свою команду человека, готового прийти на помощь горожанам в любую минуту. Казахстанка, лишившаяся ног, в ДТП намерена стать чемпионкой Азии по бегу на Паралимпийских играх. Уже сейчас она готовится к предстоящим соревнованиям. Айсулу Сулейменова – популярная личность на интернет-просторах. Каждый день своим примером она вдохновляет и покоряет сердца казахстанцев. 11 лет назад девушка попала в аварию. Выходя из машины, она наступила на высоковольтный провод, из-за чего ее ноги сильно поразило током. В итоге врачам пришлось ампутировать конечности. Но Айсулу не сдалась и в 2018 году увлеклась волейболом сидя. А с мая этого года начала профессионально бегать, встав на спортивные протезы. Айсулу – мать-одиночка, одна воспитывает 9-летнего сына. Также работает IT-специалистом в крупной компании. В ее графике практически нет свободного времени. Помимо этого, три раза в неделю девушка бегает, успевает посещать волейбол. А еще участвует в спортивных соревнованиях. Ее мечта – стать чемпионкой и принести медаль Казахстану. В Казахстане появилась единая база дорожно-строительных материалов и новых технологий. Теперь при ремонте и строительстве автодорог будут использовать лишь то сырье и технологии, которые занесены в эту базу. В ней же представлены все карьеры, асфальтные и битумные заводы, а также технические и качественные характеристики их продукции. Единая база дорожно-строиматериалов и технологий – это собственная разработка Казахского дорожного научно-исследовательского института. Создавать ее начали еще в конце прошлого года. В первую очередь институт сделал ревизию всех карьеров, которые есть в стране. Затем провел лабораторные анализы. В течение года специалисты определяли, где и в каких слоях дорожного покрытия необходимо применять тот или иной строительный материал. В Кустанайской области бизнесмены намерены реализовать сразу несколько проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. В регионе построят сразу две электростанции – солнечную и газопоршневую. Чтобы вырабатываемая ими электроэнергия полностью покрывала потребности золотодобывающего предприятия на Варваринском месторождении в Кустанайской области. Компания «Полиметалл» добывает золото там с 2009 года. Это очень крупное предприятие. Оно потребляет много электроэнергии. Поэтому в компании всерьез задумались о возобновляемых источниках энергии. Стоимость проекта составит около 80 миллионов долларов. К слову, только за первое полугодие в Кустанайскую область инвестировано почти 220 миллиардов тенге. Дональд Трамп отказался признавать свою вину по делу о январском штурме Капитолия 2021 года. Экс-президент Америки назвал все обвинения в свой адрес политически мотивированными. В минувший четверг Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам, в том числе заговор с целью обмана властей США, фальсификацию свидетельских правопоказаний и нарушение прав американских граждан. Причем по самому серьезному из них экс-главе США грозит срок до 20 лет тюрьмы. Зачитывание обвинительного заключения у судей заняло почти полчаса. В 45-страничном обвинительном акте, наряду с остальными претензиями к Трампу, говорится о создании им преступной схемы в подрыве основ американской демократии, попытке срыва подсчета голосов 150 миллионов американцев с целью остаться у власти, а также фальсификации отчетов с целью скрыть выплату крупной суммы за молчание порно-звездей и небрежное обращение с секретными документами. Бывший глава Белого дома уверен, что судебные дела против него – попытка сорвать его предвыборную кампанию. Следующее заседание состоится 28 августа. Кит из Перу возрастом 39 миллионов лет может оказаться самым тяжелым существом в истории. Части скелета млекопитающего, найденные в пустыне Ика, выставлены в столице Перу. Несколько позвонков, ребер и часть таза были обнаружены 13 лет назад. С тех пор ведутся их раскопки и тщательное изучение. Пока что самым тяжелым существом в истории Земли признан современный синий кит, вес которого достигает 180 тонн. Найденный перуанский кит был меньше синего, но, возможно, тяжелее, так как каждый позвонок весит больше центнера, а вес самого кита мог быть 200 тонн, а по некоторым оценкам и все 340. Находке дали название Перуцетус колоссус, что означает «колоссальный перуанский кит». По мнению ученых, такой гигант не умел быстро плавать, а пищу искал на дне мелководья. Кости черепа пока не найдены, ученые полагают, что она была значительно меньше в тело кита. Самый старый человек в мире умер за неделю до дня рождения. 127-летнего жителя Бразилии Хосе Паулино Гомеса называли старейшим жителем планеты. Несмотря на преклонный возраст, дедушка любил лошадей и выпивку. И если бы не скоропостижная смерть, он отметил бы свой 128-й день рождения. Согласно документам, Хосе родился 4 августа 1895 года. Так говорится в его свидетельстве о браке 1917 года. Всю свою жизнь он проработал на ферме, где разводил животных. При этом от верховой езды он отказался лишь 4 года назад. У Гомеса осталась большая семья. 11 праправнуков, 42 правнука, 25 внуков и 7 детей. До сих пор неизвестно, подавал ли он заявку в Книгу рекордов Гиннеса по признанию своего долгожительства. Сейчас старейшим человеком мира считается 115-летняя Мария Мореро из США. А абсолютный рекорд зарегистрирована за Жанной Луизой Кальман из Франции, которая умерла в возрасте 122 лет в 1997 году. Это была вся информация. К этому часу встретимся в 21.30. Не переключайтесь.